До следующего вылета остается все меньше и меньше времени. Эмоции наколены до предела. И если в самом начале проекта наши участники были положительно настроены по отношению друг к другу, то теперь они понимают, за место в проекте нужно бороться. И возраст тех участников, они как бы говорят, а, ты старая кляча, тебя скоро раз так выкинут из проекта, ты не будешь. А это меня заводит больше всего. И поэтому я себе говорю, нет, я выдержу, я сделаю вас, так говорят иногда. Именно поэтому я решила отправить их в бойцовский клуб. Каждый участник пройдет свою тренировку и познакомится с новыми видами боевого искусства. И, кстати, это неплохое подспорье в борьбе с лишними килограммами. Владимиру как единственному мужчине в команде достался ММА или смешанные боевые искусства. Тренировочный процесс строится как стойка, руки, так же ноги, борцовую технику и так далее. Для борцовую технику отрабатываются удары руками. В основном боксерская техника, ну, есть техника карате. Удар, джеб, голову передней рукой, именно передней рукой. То есть передней рукой, да, передняя нога, передняя рука. Самое время перейти к отработке ударов с противником. Пару раз чуть не пропустили удар, не страшно было получить по голове. Да ничего, заживет. Тренировка по ММА в основном подразумевает под собой больше кардиоационную работу. По практике, то есть людьми, вот как Владимир, например, те, кто приходит с лишними 30-20 килограммами, люди худеют за 3 месяца по 8-12 килограммов и начинают себя чувствовать с каждым разом только лучше, 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 лучше. Светлана отправилась на тренировку по карате. И больше всего она переживала за то, что ей может достаться от партнерши. Гом, рог, целимся ровно в центр. Си-хать-ю. Этот вид спорта включает удары руками, ногами, борьбу. А также мы изучаем владение японским традиционным оружием, таким как мунчаку, бо-палка, сай-сирпы и многое другое. Не страшно было получить глаз, хотя я вообще в первый раз участвую в каких-то там единоборствах. Для меня это было интересно. Но я понимаю, что моя напарница, скажем так, естественно, она меня очень сильно жалела. Но вообще это очень-очень интересно. Естественно, это очень хорошее кардио. Замечательно. Удар. Еще делаем. Гон. Удар. Буду поднабраться у них опыта и прям буду, не знаю, ходить темными-темными ночами. Жене и Вике достался не совсем женский вид единоборств. Бокс. Прижимаем к подбородочку. Локоточки плотно прикрывает корпус. Локтями мы защищаем печень, печень, селезенку, сердце, солнечное сплетение. Чтобы в момент нанесения удара все приходилось на локте, а не на ваши внутренние органы. Кулачки мы держим у подбородочка. Глазки чуть-чуть выглядывают. Глядь серьезно из-под лобья. Чтобы соперник у вас боялся. Раньше мне драться не приходилось, потому что я девочка. И я хочу новое платье. Тем более я сейчас становлюсь все страннее и страннее, и еще красивее. Вот, но этот вид спорта мне очень понравился, потому что здесь задействованы, во-первых, все практически части тела. Вот, и мне перчатки нравятся еще. По текущим результатам Вика аутсайдер, и многие считают ее слабее остальных. Уйдет Вика. Ну, больше она такой аутсайдер. Не хватает вот этого терпения, скажем, выносливости. Поэтому она уйдет. Ну, мы, например, со Светой немножко как бы по характеру, наверное, другие. Потому что Света как бы такая вот динамичная такая девушка. Я, собственно говоря, все время на месте на одном не сижу. А Вика, она как вот у нее, она бухгалтер. Она как бы у нее такая сидячая работа. Но она сама такая спокойная, тихая такая. Поэтому, возможно, вот это еще. В этот раз Виктория решила всем доказать, что не собирается сдаваться и списывать себя со счетов. Именно поэтому она проявила инициативу и захотела встать в спарринг с самим тренером. Я готова ради проекта выйти на ринг и сразиться. Так что зря некоторые участники списывают Викторию со счетов. Она готова бороться до конца. Я выкладываюсь не то, чтобы меньше, но выкладываюсь настолько, насколько могу.